Набережная Челнета полумиллионная, второй по численности города Тарстана. Основой его экономии составляют электроэнергетика, стройиндустрия и, конечно же, машиностроение, где большая часть продукции приходится на Камский автозавод. Избавить город от такой монозависимости призваны статус территории опережающего развития и предприятия, которые создаются на основе этого. Как работает компания Камского индустриального парка «Мастер» сегодня посмотрел Рустам Минихану. Это уже шестая очередь промплощадки. Сейчас здесь разместились 23 резидента. Производят холодильное оборудование, фильтры для авто и промтехнику. Ждут прихода и других бизнесменов. Ожидается, что к следующему году здесь будет создано полторы тысячи новых рабочих мест. Мы собираемся развиваться. То есть у нас есть четыре проекта, которые хотим здесь реализовать. Такая индустриализация должна благотворно отразиться на социальной сфере города. Ремонте и появлении новых объектов. Сегодня Рустам Миниханов пустил обновленную городскую поликлинику номер 3. Для нее закупили современное диагностическое оборудование. Теперь впервые в городе появился кабинет раннего выявления онкологических заболеваний у женщин. Здесь готов открыть межрайонный офтальмологический центр, который будет обслуживать 7 ближайших районов. Ну и как вот обслуживаемся? Нормально. Сейчас вообще. Получим. Или пока они здесь? Да нет, я бы не сказала. Обо всем, что сделали в Автограде, что предстоит впереди, говорили на сессии. Наиль Магдеев доложил, что за год вырос объем производства, демография положительная, безработица – самый низкий за последние 17 лет. Город Набережный Челны продолжает свое устойчивое развитие, занимает лидирующие позиции в республике по многим социально-экономическим показателям, обеспечивая комфортные условия для жизни и ведения бизнеса. Сегодня Челны реализуют крупные инвестиционные инфраструктурные проекты. Так, в минувшем году в город пришли 46 миллиардов рублей инвестиций. Рустам Мениханов поручил и дальше привлекать инвесторов. Крупные компании, прежде всего КАМАЗ, должны помогать малому и среднему бизнесу. Для сельхозпроизводителей нужно создавать условия реализации продукции, а сами аграрии должны активнее пользоваться такими возможностями. За 16-17 год я посетил Челны 22 разных мероприятия, то есть все ваши болячки, проблемы, успехи, мы их знаем. Что касается ваших цифр, в счастье доли субъектов малого и среднего бизнеса, малого и территориального продукта, я считаю, что 30,5% на их гомбарщи это цифра очень мало, поэтому вы должны в этом направлении активно работать. Говоря о здравоохранении, президент сообщил, на капитальный ремонт Челнинской инфекционной больницы будут выделены республиканские средства, но главное, медикам нужно лучше обслуживать население, чтобы люди были довольны. В тот раз у вас пошел, там главный врач отодвигал, сейчас потом разберемся. Не надо так развиваться. Значит, очень допотопная система там оформления бумаг. Значит, в России много времени расходуют на то, чтобы оформлять какие-то бумаги. Надо все-таки использовать современные технологии, посмотрите, что нужно сделать, чтобы население было довольное. Подводя итог, Рустам Мениханов отметил, что у набережных Челнов большой потенциал, и руководство республики будет и дальше находить эффективные решения для развития города. Дмитрий Аринин, Шатаюков, Альберт Шефигулин, ТНВ, Набережные Челны. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова